Предметы, о которых я сегодня хочу рассказать, хорошо известны среди латиноамериканистов, неплохо среди испанистов, и, как часто случается во всех областях наук, малоизвестны за пределами этого круга. Опираться в своем рассказе я буду на несколько специальных работ, посвященных описаниям природы Америки испанскими хронистами. Прежде всего, на замечательную книгу колумбийского профессора Эрнанда Карбаскоса «Антекеры» с таким заглавием «Бестиарий королевства Новой Гранады. Средневековые изображения животных и литературные описания американской природы». Нужно сказать, что о тех увлекательных предметах, которыми посвящено мое сообщение, можно прочесть и по-русски. Так, в популярной книге латиноамериканиста Андрея Федоровича Коффмана «Америка несбывшихся чудес», которая вышла в Москве в 2001 году, специальная глава посвящена животным, обитателям чудесных земель Нового Света. Современные колониальные исследования исходят из ключевой предпосылки. Рассказы в американском мире не являются объективными или научными описаниями. Они, скорее, представляют собой предзаданную культурой интерпретацию, конечно, трансформировавшуюся под влиянием новых впечатлений, которые хронист, да, от тех предметов, которые хронист непосредственно наблюдал, но всегда зависящие от традиции. Не было на свете конкистадора, который видел Америку незамутненным взглядом и мог разглядеть новое в новом, а не угадать привычное. И не было слов, которые могли описать его новый опыт. Поэтому хроники и описание путешествий первооткрывателей больше говорят нам о них самих, нежели о мире, которым они пытались рассказать. Новый животный мир, мир растений, минералы и народы, которые нужно было описывать, они живо требовали понимания и интерпретации. Но единственный язык, которым хронист мог пользоваться, это был язык мифологии и символических толкований. Ведь бестиарии и энциклопедии всегда были обязаны в том числе упорядочить неизвестное и объяснять необъяснимое. Нужно сказать, что ко времени плавания Колумба границы известного мира были крайне скромными. Это карта XII века, но примерно так выглядели и карты в XIII и XIV веках. На западе мы знаем все до Азорских островов, которые португальцы открыли в 1419 году. На юго-западе до острова Мадейра и Канарских островов. В сущности западной границей оставался неизведанный океан, море мрака. На востоке лежала Московия, за которой на восток и на север простирались земли почти неизвестные европейцам. Южная граница Айкумены захватывала северное побережье Африки. На юго-востоке она проходила по Египту, а за ним была уже полумифическая Эфиопия. Западноевропейцы XV века имели достаточно полное представление о Ближнем Востоке и Малой Азии, где прошлись завоевательными походами и греки, и римляне, и крестоносцы, где торговали венецианцы. О Средней Азии и о Боровейском полуострове имелись уже довольно смутные представления. А дальше, несмотря на уже состоявшиеся путешествия, для массового сознания лежали волшебные земли Индии, Китая и Японии. Об Индии, например, европеец в Средние века знал куда больше фантастических небелиц, чем достоверных фактов. Ведь даже Марко Полу, один из немногих европейцев своего времени, кому довелось побывать в Индии, в описании своего путешествия, книга, которая так и называлась, «Путешествие», еще есть кусок, который называется «О чудесах», вышла в 1298 году. Он рассказывал, например, об островах псоглавцев, и об амазонках, и о других людях-монстрах. Вот это, например, иллюстрация 15 века к переизданию «Путешествие пола». Вы видите людей-монстров. Сомнений в истинности этих сведений, насколько можно полагать, не возникало. В том числе и у Колумба, который досконально изучил труд Марко Пола. А ведь у знаменитого путешественника были и предшественники, и последователи, чьи опусы пользовались исключительным невероятным успехом. Можно уверенно говорить о том, что все, что находилось за пределами христианского мира, изначально воспринималось как мир непредсказуемый, аномальный и опасный. Накануне эпохи Великих Географических Открытий европеец относительно хорошо знал лишь свой собственный дом. Чем дальше отстояли земли от христианского центра, тем более вероятными предполагались всякого рода отклонения от привычных форм жизни. Нужно сказать, какими главными источниками представления о флоре и фауне пользовались конгистадоры и люди поколения Колумба. В первую очередь речь должна идти о многочисленных физиологах и бестиариях, которые в свою очередь объединяли сведения, дошедшие из античности, из естественной истории Плиния Старшего, например, или всякие диковинки, собранные в собрании вещей достопамятных с Алином. Также для Испании очень важен труд энциклопедиста Исидора Сивильского. Он жил во второй половине шестого, первой, третьей, седьмого века и написал замечательный труд «Этимология» или «Начало» в двадцати книгах, которые представляют себе очень обширную энциклопедию, основательную попытку систематизации знаний того времени. В нем содержатся сведения и о литературе, и о праве, и о медицине, и, что важно для нас, о географии и зоологии. В энциклопедии, в частности, была проведена карта мира, которая стала образцом для картографов и на много веков вперед, которой эволюция этой карты, собственно, и пользовались путешественники уже поколения Колумба. Очень хорошо судить о знаниях человека этого времени, по энциклопедии «Всемирная хроника», которая была издана в 1493 году, то есть в следующем году после знаменательного открытия Колумбова. ее автор немецкий Гартман Шедель ставил вот эту энциклопедию на основе библейских преданий, сведений древних историков и средневековых авторов, а также свидетельств современников. Книга вышла одновременно на латыни и на немецком, и сразу же получила распространение и переводы на другие языки. Есть экземпляры, известные, вышедшие в Вене, в Париже, в Милане, в Венеции, в Женеве. В этой всемирной хронике сведения о реальных, настоящих животных соседствуют с описаниями людей-монстров, которые идут еще от греков и римлян, и, соответственно, эти же описания в бестиариях мы находим. Там же мифические животные описываются, там же, когда говорится о географии, Эфиопия, Индия и Китай, это опять-таки страны, наполненные чудесами. Еще важно, что все путешественники пользовались картами и атласами, и вот я уже Эпстфорскую карту показывала, вот она, вот такие карты, на которых одновременно в легенде у нас описывается, что на этой, ну, не очень хорошо видно, что на этой земле есть. То есть на карте может быть остров, на котором будет, например, человек с песей головой нарисован, или там будет дракон нарисован. Значит, по представлениям того времени действительно это животное, это мифическое для нас животное, представлялось как реальное, населяющее вот это пространство. Кроме того, очень большое значение имели литературные источники, романы об Александре и многочисленные рыцарские романы. Самый известный, один из самых известных рыцарских романов того времени, Амадис Гальский, который вы все знаете по Дон Кихоту, имел многочисленные предложения, где и Амадис, и его сын путешествовали в Индию, и, соответственно, встречались там и с людьми с песнями головами, и видели там тени ногов, да, люди, у которых такая нога, что они закрываются от солнца. И встречали и пегасов, и единорогов, видели сирен и так далее. При этом важно понимать, что если романы были развлечением, то сами бестиарии и энциклопедии являлись дидактическим чтением и председавали на достоверность и даже научность, в том числе, когда говорили о диковинных животных. Естественное соседство этих фантастических и реальных существ соседство добавляло убедительности последним выдуманным существам. Тем самым в сознании читателя реальное и фантастическое, обыденное и запредельное уравнивалось в правах. Очень важно подчеркнуть, что реальность Америки, с одной стороны, во многом совпадала с тем, что была знакома с завоевателем. Тем не менее, все в ней было в превосходной степени. Растительность разнообразнее, деревья выше, цветы ярче, животные разнообразнее. Хотя эта реальность поражала хронистов, которые старались описать ее, но тем не менее рыцарские поэмы, средневековая традиция описания животных и бестиариев давали модель для определения новой действительности. Есть специальные работы о языке хроник, и показано на лингвистическом уровне, насколько большое значение именно литературная традиция имеет для авторов, простых путешественников и завоевателей. То, что для нас фантастика, для завоевателей часто было правдой, поэтому они соотносили флору и фауну западных Индий со своими знаниями из перечисленных источников. Еще нужно сказать, что Колумб открыл Америку, прокладывая западный путь в Индию. И неудивительно, что адмирал и его спутники были готовы увидеть и найти там все то, о чем знали из разнообразных вайка рассказов и литературы. Это касается не только флоры и фауны, но и географии в целом. Цель экспедиции за океан был в том числе и поиск земного рая, расположенного, как указывалось в Библии, на востоке. А кроме того, Колумб надеялся найти мифический остров Антилию, отсюда название Антилийских островов, и побывать там. То, что Колумб искал земной рай, имело большие последствия. В процессе конкисты постепенно вызрела гипотеза о том, что земной рай находится не в Азии, а в Америке. Новый свет стал райским континентом. Вот это изображение 15 века земного рая. Вы видите, да, дерево и животные окружают приповедников. Эта линия восприятия новых земель, наметившаяся уже в первых письмах Колумба Фердинанду Изабели, католической чете, нашла свое воплощение в труде историка-юриста Антонио де Леон Пинелли, которая называлась «Рай в новом свете». Для него четыре реки, истекающие из земного рая, это южноамериканская Лаплата, Амазонка, Магдалена и Ореноку, по неизведанным подземным каналам текут в Старый Свет, где дают начало Лаплата-Нилу, Магдалена-Гангу, Оренока-Тигру и Амазонка-Ефрату. Выходит, новый свет стал колыбелью рода человеческого. Пинелло уверен, что именно здесь жили люди до Всемирного потопа, тогда как Старый Свет в течение многих лет сотворения мира оставался безлюдным. Протец Ной, последний из американских первожителей, и последним покинул райский континент. Одновременно с мифом о земном рае развивался мир обратный, восприятие Америки как земель дьявольских, опасных. Среди хронистов, ученых и теологов в первой половине XVI века развернулась острая полемика об индейцах, которая охватила не только Испанию, но и всю Европу. Одни мыслители, прежде всего Бартоломе де лас Кассос, представляли индейцев образцом естественных добродетелей. Другие, среди них тоже авторы большого сочинения об Индиях, Гонсало Фернандес де Авьеда и Вальдес, который говорил о варварстве и каннибализме туземцев и, следовательно, отказывал его в праве считаться полноценными людьми. И хотя в 1537 году Ватикан издал специальную буллу, в которой утверждалось, что индейцы – настоящие люди, споры не утихали и в тех или иных вариациях дожили до XX века. И та, и другая интерпретация Нового Света поощряла самые смелые фантазии путешественников. И описания американской фауны в любом случае подчеркивали не только ее внешние собственно особенности, но и подразумевали заключенные в ней скрытые смыслы. Замечательно, что ожидание чуда, встреча с волшебным миром, отражено уже в первом памятнике открытия Америки в письме Колумба о католической чете. Колумб описывает то, что он увидел, и его команда, а потом пишет «До сей поры я на этих островах не встретил людей-чудовищ, о коих многие говорили. Напротив, люди здесь весьма приятные наружности, отнут не черные, как в Гвинеи, у них только черные прямые волосы, и они стараются не бывать там, где солнечные лучи чересчур жгучи». И через какое-то время опять возвращается к этому. «Итак, чудовища я не обнаружил, и о них не слышал, кроме как на одном острове, втором по пути в Индию, населенным людьми, которые на всех прочих островах слывут весьма жестокими и говорят, они едят человечину». У них описывает, как они живут, а потом говорит, что кроме того, эти люди, которых он встретил, общаются со своими соседями с другого острова, которые живут одни, где на этом острове нет ни одного мужчины. Женщины эти не признают обычных женских занятий, вооружаются луками и стрелами, как мужчины тростниковыми копьями, и заместо доспехов у них пластины из меди, каковой там много. Нетрудно догадаться, что под этим островом адмирал ожидал найти амазонок. Потом, когда он следующее плавание снаряжал, поиск Матенину, этот остров амазонок, он называл, был одной из главных целей. Что касается невыдуманных народов амифических животных, то Колумб и здесь был источником самых вдохновляющих сведений. Он первым увидел американских сирен, возвращаясь к ним. Это случилось в четверг, 9 января 1493 года, о чем сообщает дневник. Вчера, там так написано, вчера, когда адмирал ходил к Золотой реке, он видел трех сирен, высунувшихся из воды, но они вовсе не были так красивы, как о них говорят. Хотя морды их и в самом деле чуть похожи на человеческие лица. Адмирал говорит, что и раньше он видал этих животных в Гвинеи. Те, кто прибыл в Америку вслед за Колумбом, вновь и вновь подтверждали правдивость этих сведений. Их встречали у берегов Панамы. Фрай Гарсия Хофре де Ла Йоса, возглавлявший экспедицию в Тихий океан, отмечает, что в Магелландовом проливе заметил множество разнообразных морских животных, в том числе китов и сирен. По свидетельству капитана флотилии Диего де Мендосе, который в 1534 году руководил освоением Северной Америки, он наблюдал недалеко от Калифорнии морское существо, каковое все признали морским человеком. Он нырял, омывал себя руками и смотрел на людей с разумением. Уже через сто лет после открытия Америки в 1608 году Генри Гудзон, открыватель наименного залива, записал в судовом дневнике, что сегодня один из членов нашей экспедиции заметил с борта сирену и позвал товарищей, чтобы они посмотрели на нее. Все время, пока сирена проплывала близко от борта корабля, она строго смотрела на людей. Потом поплыла в открытое море и перековыркнулась несколько раз. Когда сирена нырнула, матросы рассмотрели ее хвост. Он напоминал хвост дельфина и был крапчатый, как у макреля. Полагают, конечно, что за русалок, за сирен принимали так называемых морских коров. Это 17 века гравюра, картинка, сирены с двумя, которые на тритоны похожи. Есть такие, а есть которые просто с хвостом, как у русалки. Собственно, вот эта морская корова из первого научного описания природы Нового Света, которое вышло в начале 17 века, а путешествие, по результатам которого этот труд явился, было осуществлено в 1570-1777 годах. И уже была зарисована морская корова. Но это не мешало ей через много лет продолжать называть эти существа сиренами. Тут еще существенное обстоятельство, что самки морских коров, у них молочные железы расположены на груди. И вот эти гибкие, довольно длинные руки принимали за руки человеческие. Особенно, когда морская корова выкармливала детеныша, она плыла на спине, прижимая к груди дитя, как будто женщина с ладенцем. В Индиях обнаруживались и единороги, но всегда со слов индейцев. Например, вот так. В соответствии с достоверными сообщениями, коими я располагаю, единороги, несомненно, обитают в Веропас, ибо жители сей перуанской провинции неоднократно видели животных наподобие лошади длинным рогом на лбу. Подобных замечаний у хронистов много. Иногда говорят о шкурах единорогов, которые были показаны путешественникам. Но это никогда не так, как с сиренами, когда есть реальный животный прототип. Естественно, что и драконы населяли Индию. Огромных змей с крыльями видели много где. Например, конкистадор Николас де Федерман в 1529 году сообщал, что побывал в оставленной жителями деревне, где говорили, что дикий зверь с несколькими головами вышел из озера и жестко расправился с индейцами, пожрал их. Некоторые солдаты считали, что это гидра, а другие говорили, что речь идет о змее и драконе. Впрочем, тоже реальное объяснение всегда находится. Любая змея может стать драконом, особенно если она 30 метров в длину. Ведь даже игуану относили к драконам. Об этом писал, например, Гонсало Фернандес де Авьеда, автор всеобщей истории Индии. Это тоже с 16 века труд. Другие конкистадоры отождествляли драконов с анакондами. Про грифонов и гарпий я, наверное, не буду рассказывать, потому что время уже много говорю. Скажу, что в трудах хронистов мифические существа сирены, единороги, драконы нередко описываются наравне с новыми американскими видами, например, броненосцем или опоссумом. И тоже с немалым изумлением. Например, представителю семейства аллигаторовых, Хайману, приписывалась такая фантастическая черта. Якобы у него четыре глаза, два, чтобы смотреть вниз в воду, а два, чтобы смотреть вперед. Броненосцев, вот у меня нет картинки, наверное, знаете, как выглядит, млекопитающее такое, как будто в броне. Его описывали так, в 159-15 год. В тех землях обитают небольшие животные, ноги у них, как у лошади, и голова, как у лошади, только небольшая. И все это покрыто оболочкой, от ушей до хвоста. Так что похоже на накрытую лошадь. Они красивы. То есть, когда говорилось о новых видах, то эти описания, когда мы их читаем, они похожи чем-то на описание из бестиариев, когда животное описывается через других животных, и то, что мы можем представить, оно действительно какой-то фантастический облик приобретает. Нужно сказать, что в бестиарии Нового Света стоило бы включить и людей-чудовищ, и просто мифические народы, встречи с которыми ожидал Колумб. Там должны были быть и гиганты, и пигмеи, и самые разные монстры, которые возникают в описаниях новых земель со слов индейцев, то со слов очевидцев реже. Миф о великанах остался в названии Патагонии, страны большеногих. Карты Нового Света впоследствии еще больше 200 лет после открытия западного пути в Индию делали соответствующую помету, что это земля гигантов. Мифические амазонки дали имя не только реке, где якобы они жили, но и всей Калифорнии, потому что Калифорнией назывался остров амазонок в деяниях Испландиана. Испландиана, да, это сын Амадиса Гальского. Подобные примеры, а также многие оставшиеся за рамками моего вступления, показывают, что европейцы эпохи великих географических открытий ждали чуда, были готовы к нему, и поэтому в их сознании при открытии нового света оживали старые легенды и мифы. Новооткрытая реальность предстала как нечто магическое, фантастическое, одновременно реальное, знакомое по энциклопедиям и по литературе предшествующих времен. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова